доброе доброе утро ой что вообще не видно ничего себе отлежала пол пол улба представляете короче что ты хочешь снег сейчас будем кире делать косички надеюсь мы будем их делать готов я подготовилась ко всему резинки и расческа и разделитель и резиночки снег пожалуйста у тебя есть еда ну есть же еда у нас уже с утра тревога все что хочешь было и это и как-то так меня слишком резко разбудили это не очень приятно кирочка красится масики сидят я за полчаса должна успеть а тут еще надо блок выставить я вчера просто вырубилась реально выключилась я так спать хотела и уснула а кира со своим сериалом на чем уже даже в туалет не уходит о сегодня погода обещает быть хмарною с прояснением також прогнозируют невеликий мокрый сниг та дождь прекрасно просто замечательно а вообще мне вчера сказали что в субботу будет плюс 13 проверяем да но не 13 11 вчера было 13 сегодня опять болит это я взяла вообще тебе закреплять я маленький я буду резинкой давай еще шоу пожалуйста давай покажись А как же лететь? Быстро собираться Ну, все равно показаться же нужно Что я сделала? Я же не видела еще даже Ну, прикольно, прикольно Так на меня, полук О, ну я постаралась Блин, 40 минут у меня пальцы болят Просто болят пальцы Но я постаралась максимально Хорошо А за одинок? Да А что ты до конца не дает? Потому что там уже разные волосы идут И не получится до конца Тут я ничем не помогу Других у меня нет Киру в школу отправила С собаками погуляла Приготовила себе завтрак Потому что Кира не захотела эту пиццу Думаю, значит я ее скушаю Она покушала булочку с сулугуни И убежала Вроде как не опоздала в школу Ну, в общем, такое дело Потому что ее 6 косичек заплести было 40 минут я заплетала У нее настолько длинные волосы Знаете, здесь быстро А потом, пока вот это вот заплетешь И я пока плела И думала, боже мой Как все-таки тяжело Тем африканочкам Которые плетут вот эти вот Мелкие косички Какой это огромный труд И как после заплетения Болят пальцы Реально пальцы болят Ну, они, наверное, все равно Натренированы Но все равно это очень тяжело В любом случае Я сейчас завтракаю И убегаю Почему? Потому что мне вчера Поздно вечером Пришла смс-ка Что меня снова ждет Какая-то посылочка на почте Представляете? Вчера только была на почте И вечером Ба-бах Приходи еще Так что Чуть попозже схожу Еще за одной Кира вроде бы себя чувствует Так, знаете, более-менее Я с утра встала Спрашиваю ее Как ты? Она вроде нормально Потом уже перед выходом в школу Она говорит Мам, дай таблетку от головы Я ей дала таблетку от головы Не знаю, что там и как будет Посмотрим уже По сегодняшнему дню Если вдруг она приболела Значит, завтрашнего дня Будет уже сидеть дома Но это все будем смотреть А возможно еще и погода Так сильно влияет Потому что у нас Грубо говоря Вчера Было с утра Очень классно Потом под вечер Люто похолодало И сегодня На улице просто Я не знаю Дубак, дубак И еще раз дубак При том, что Мне кажется Даже когда был снег И была именно Вот середина зимы Не было так холодно Как сейчас Сейчас просто Жутейший холод Я с утра С собаками Сделала только один круг И мы пришли домой Все, я пошла завтракать Пока я пиццу свою Подогрела И пока она Тепленькая Надо быстро ее съесть Всем, кто будет кушать Вместе со мной Всем приятного аппетита Хорошего настроения Замечательного дня Мира, добра Не болейте И не злюкайтесь Я собралась Пойду, короче, на почту Пока я еще не совсем слегла Потому что Мне кажется Я начинаю Заболевать Немножко Не знаю Насколько Немножко Но Как-то тело ломит И с носа Начинает течь Мне кажется Кира Принесла какую-то Заразу домой Ей плохо Вчера было Сегодня с утра Тоже И если что И если что То мы скоро Будем болеть Так что Как-то так Ладно Пойду пока Есть силы На почту Холодно, блин Сегодня на улице Ветер такой Противнючий Леденючий И голубки гуляют А Матильды Нету Может позвать Мне кажется Вы не видите Но на улице Идет снег Снег Юшим-матрюшим 20 февраля Какой Снег Останавливайся Зима Так Первую часть Я сняла Сонку забрала Сейчас хочу зайти В мегамаркет Кирюшки За витаминами Помните Я покупала Этот Кондиционер Для белья Вот этой вот Фирмы И вот этого Вот Вкуса Мне настолько Сильно понравился Что я решила Взять еще И диффузорчик А у нас Тут до сих пор Валентин Никуда не двинется Мне сегодня Нужно зайти В Аврору Посмотреть Может быть Там появился Уже клей В виде корректора Мне обещали Что он появится Надеюсь Они уже Раз Распаковали Все коробки Но вообще Как бы пора Поэтому я по дороге Домой Еще в Аврору Заскочу А за витаминками Я за Ого А икра Подорожала 350 гривен Стоит Блин Ладно Пофиг Живем Один раз В жизни Вместо лекарств Лучше Икру купить Блин Прошло уже Два дня И все равно Ничего Они не выставили Я не знаю Вообще Чем они занимаются Вообще Ничего нет Все пустое Зато там Вон Миллион коробок Стоит Я скажу так Если бы я была Хозяином Магазина Аврора Я бы наверное Нахрен бы уже Всех Поувольняла Как это так За три дня Ни одного Нового товара Не появилось Я реально Не знаю Меня бы наверное Уже Закопали Я просто Работала в торговле Всю свою жизнь И я знаю Что такое Новый товар И что такое Продажи И серьезно Я немножко В шоке Я не просто Немножко Я серьезно Вам говорю За три дня Не распечатать Вообще Ничего Товар есть Но товара Нету И они мне говорят Но у нас Мы не успеваем А что вы тогда Делаете Если вы не успеваете Два кассира Сидит Консультантов Нету В этом магазине И пять человек Ходит Да Я такая Я в этом плане Очень строгая В плане торговли Почему Потому что я там работала Я знаю Что это такое Понимаете Если бы я там не работала Я бы могла промолчать Я работала Официантом Я работала Продавцом Я работала Заведующим Я работала Менеджером Я работала Много где Я знаю Что это такое Вот Но Но это просто Ковчин На подобство Ладно Что мы К чему мы идем Мы идем К тому Что я сейчас Распакую Вот эту штучку Безумно Мне понравился Запах Именно кондиционера Не знаю Как будет пахнуть Диффузор Но кондиционер Просто божественный Как для меня И Я купила Кире Очень дорогое Лекарство Подорожало 299 Я раньше брала А сейчас 350 Ну 351 Грин Реально Подорожало Ну и Конечно же Посылочка Посылочку Я наверное буду С Кирюхой Открывать Я не люблю Сама открывать Мне нравится Когда Кира Рядом со мной Так И Давайте посмотрим Что у нас Это И как оно пахнет И цельща Только захожу В квартиру Выбегает Проходит пару минут Забегает Так Ну что Проверяем Запах такой же Будет Или не такой же В этот раз Я уже не буду Класть все палочки Хотя палочки Тут фиговые Я такие палочки Не люблю Вот Но Уже какие есть Буду наверное По две ложить Потому что Каждый раз Кладу Все Они потом Пропитываются И запах Уже не такой Ярко выраженный А так Можно каждый раз Добавлять По палочке И запах Будет Снова Как Новый Так что Будем проверять Да белушка У меня ничего нету Малыш Зайка Это тут тебе Ничего нету Тут все Я купила Только себе Но нету Ничего Солнце Ничего вам не брало Сегодня вам Ничего не брало Боже Все собаки Что-то хотят Смотрите Какая красивая Да прикольная Ух ты О да О да О да Две И вот так вот Конечно Знаете Даже не знаю Нравится ли мне Эта бутылочка Но что-то В ней Есть Необычное Вот так Ох Это очень вкусно Пахнет Так А палочки Я сюда положу А я неправильно Вставила Я же думаю Смотрите Тут крышечка Вот так вот Потом Вот так вот И теперь Она закрывается И теперь Смотрится уже Совсем по-другому Ну посмотрим Как будет пахнуть Ой Ну запах Шикарный Шикарный Потому что Видите Я отсюда Уже Поубирала Все Диффузоры Уже Ничего Нету Я все Хочу себе Вот этот Вот еще Заказать Диффузор Именно Франджипани Такой Как Для Текстиля У него Тоже Безумно Классный Аромат Но это Может быть Я себе Все Сделаю На 8 марта Подарок Я на 8 марта Хочу пойти Проколоть себе Вот здесь Вот Да И возможно Закажу себе Именно Диффузорчик Франджипани Но это Видите У меня еще Еще наверное На месяц Хватит А вот через месяц Надо будет уже Повторочку делать Посмотрите Что творится А Я в шоке Я просто В шоке Хочу сказать Что этот Аромат С двумя Палочками Мне уже Заароматизировал Всю квартиру Настолько Приятный Запах Вот как Мое Франджипани Так же И здесь Кайфую А еще Решила Температуру Померить Потому что Что-то я себя Очень как-то Плохо чувствую У меня вообще Сегодня женские Дни начались Фигово Вот это вот Все На одно На другое И видимо Оно все Дало мне Настроение Знаете Какое Никакое Итого У меня 37,3 Я не сомневалась В этом Алло Кирюшка Домой идет Я как всегда Дверь Забываю Открыть Я типа Вот Вы знаете Мне надо Здесь нажать На кнопочку И тогда Должно Открываться Все Одним Одним Нажатием А такого Происходит Черт Я забыл У меня Дата Сегодня Шанти Пожалуйста И сегодня У нас Вторник Боже мой Осталось Девять дней И веса Девять дней И еще Двадцать Девять дней В этом году В этом году В этом месяце Высокосный год Шанти Кира Потерялась Да Я тоже Так думаю Что то Ее нету Долго Я уже Поставила Перчик Подогреваться Такой Вот Красивенький Каждый раз Когда готовлю Перец Он у меня Каждый раз Получается По разному Вот всегда Никогда Не получается Одинаково Блин А у нас Что-то она Опять звонит Я уже Открыла Дверь Странно Короче А у нас На улице Видите Да Видите Да Черт Мне еще Надо вечером Идти с собаками А как В такую погоду Идти гулять Никак Я знаю А где ты там Застряла А я тебя В окно Видела Меня Да А что я делала Не знаю Я тебя Видела Ну Видишь Как круто У тебя Такая Красивая Прическа Что тебе Судя сказали Сказали Что офигенно Видишь Какая у тебя Мама Супер Пупер Ага Только не Расплетайся А то Я тебя Убью Голову Кстати Холодно Я думаю Я понимаю Почему Пацаны Всегда Мерзнут Конечно У тебя Сейчас Там Лысина На голове Мне реально Очень холодно Не Не смешно Реально Холодно Да я верю тебе Ты хоть в капюшон Не шла Да Как в школе Дела Нормально Таря Не смотри На меня Из-под лоба Пожалуйста Идем Я тебе Вкусняшку Дам Хорошо Пошла Что хорошо Хорошо Что мне Полегчало Сегодня А мне Наоборот Хуже стало Потом Ааа Я не могу Уже Потому что По геометрии Новая тема Началась Прикинь Я понимаю Ну ты Ну Тара Миша 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 Уйди Ты победила На джет-доге Он под восьмер Так прикольно Он просто Еще немножко Тебя боится Потому что Ты с тапком Ладно Я убрала Тапок Иди сюда Иди Дай за щечку Подергать Ну Не достаю Я Что такое Что такое Дем Вкусняшку Там Обещала Вам Взяла конфету Она такая Ой Кошмар Шанти Держи Тебе Держи Тебе Шантюшка Держи Тебе У меня Для тебя Тоже Кое-что Есть Что Я не знаю Надо сейчас Открыть Посмотреть Я тебя Ждала It's for you Ты просто лучший А ты хлеб Купила Ну да А ты не видела Нет Ты Макс А Точно Так что Видишь Я у тебя Хорошая Там твоих семок Не было Мне не надо Сейчас семки Вот Так что Кира Купила тебе хлеб А я купила Ей икры Мама Да Мне вчера В футболке Было жарко А сегодня Мне в худи Ой Наоборот Короче Чтобы поняла Нет Все Так сегодня Дубак на улице Такое Жаркое Просто нереально Я открываю окна А они закрывают Неадекватные Там дышать нечем У меня аж голова Начала Болеть Ты прикинь Ну реально Они там так надышали Что на предпоследнем уроке Там невозможно было дышать Я просто уже вышла С этого кабинета И минут десять Наверное Ходила так туда Сюда по коридору Потому что Дышать не было Чем Не Ну в школе Наверное да Но на улице Дубак Ну на улице Ну да Есть такое Очень холодно Плюс ветер Так Леденющий Так Ладно Давай пока у нас Подогревается Кушать Не Пока не включай Да я тебя ждала Зачем Это моя сторона Будет там твоя Не Не получится Ты сядь тут Тогда ты дам мне стул Ну да Блин Стул А приятно Давай смотреть У тебя получается лучше Распечатывать Да Я Я Я Я Я Я Я Метал Это Металлик Лайн Это Фую Все Прикиньте Неон Сольфактив Магнитик Гель Это Лаки Ого Обалдеть Посмотри Что это Это для этого Я поняла Магниты Это короче Наверное К сумке Все шло Вот такие вот Магниты Магниты Смотри Смотри Какой Ого Давай Сейчас Открывай Давай Смотрите Ой Это какой-то Тоненький Типа Наверное Рисовать Разные Поняла Знаешь Помнишь Мне Девочка Рисовала Да На День Рождения Ой Только я Сейчас Себе Тут Нарисую Такое Что это Ух ты Да Давай Дальше Посмотрим Офигеть Офигеть Да Потом Вот такой Вот Лак Это Именно Магни Как оно Кошачий глаз По-моему Называется Да Если я Не ошибаюсь Так Это У нас Вы уже Увидели Красивый Лайнер Серебристый Вот Такие Вот Магниты Наверное Магниты Тоже Как-то Определяются Вот Такое Вот Такое Это тоже Магнитный Я так Поняла Что Это Все Магнитный Ой Как Его Закрыть Да Чуть Мол А Это Именно Лаки Или Это Гель Лаки Гель Написано Гель Лак Так Давай Дальше Смотреть Это Тоже Магнитный Так Этот Вот Так Вот Так Вот Может Не будем Открывать Вот Так Ага Блин Такой Хамелеон Классный А А вот Такой Вот У нас Продедей Ну-ка Красивый Не такой Сковородка Решила Короче Надо Надо Заполнить Теперь Твою Сумку Тут Есть Чем Заполнять Так Еще Хамелеон О Какой Шикарный Обалдеть Это Тоже Хамелеон Тоже Хамелеон Сильно Не доставай И этот Обалденный Блин Ну все Следующий Моникюр Вы поняли Какой У меня Будет Да Какой Вот Этот Так Давай Вот Такой Тоже Хамелеон Блин Наверное Так Она Все Так Не Будет Смотреться В Таком Слушай А тут Что Повторка Р 301 Нет Другой Они Все Тут Ой Они Все Тут Разный Класс Так Давай Посмотрим Это Гель Полиш А это Что За Цвет Белый Черный Черный Это Просто Уже Лаки Я Так Понимаю Еще Один Такой Вот А Ну Какой Тут Г Другой Какой Да Но Они Все Тут Абсолютно Разные Мне Интересно Магниты Одинаковые Или Тоже Дают Какой Разный Эффект Одинаковые Ну Там Магниты Бывают Разные Я Тебе Когда Покупала Магнит Который У Тебя Там В Зависимости Какой Сторон Ты Будешь Магнитить Так Он И Будет Делать Узоры Нет Ну Давай Разница Это У нас Что Такое Это У нас Такой Свет Вроде Б Как Одинаковый Да Но Все Равно Он Семнее Идет Такой Я Если Все Будет Открывать У У У У У С С С С С Красивый Красивый Мне кажется Тоже Будет Красивый Желтый С Зеленым Ну Такие Необычные Все Просто Кира Сколько Тебе Надо Делать Теперь Этих Свотчей Посмотри Тебе Тут Уже Все Можно Салон Открывать Мне кажется У меня руки Отпадут Просто Реально Можно Открывать Салон О Это Еще Это Белый Теперь Ты думаешь Давай Проверим Или черный Вау Тоже Красивый Цвет Да Добюшка Я Сейчас Потом Вам Поближе Покажу Это Типа Такое Же Только На Оттенок Темнее Ну На Ну Все Что Все Что Ему Тоже Надо Ну Иди Посмотри Так Давай Теперь Вот этот Открывай Зеленый Брось Его Вот этот Открою Это Какой Белый Или Черный Ну Я Не знаю Ну Как Мне Тебя Держать Брось Его На Пол Так Все Брось Его На Пол Мне Кажется Специально Это Делать Чтобы Я Его Ранила Сейчас Он Очень Тяжелый Самое главное Что Посмотри На его Взгляд Абсолютно Безразличный Я тут Лежу И мне Хорошо Еще один Черный Мне Неприятно Так И это У нас Вот Это тоже Красиво Очень будет Класс Открой Магнитики Что Тут У нас Написано Стик Магнитик Ну Да Вроде Бы Одинаковые Тут Ну Подожди На Меня Держат Ты Не Видишь Снег Отпусти Е Ну Че Ты Доби Все Разрешаешь И Снегу Нет Он Тоже Хочет Обойдется Это Тоже Блин Примагнитик И Его Огрушка Тут Тоже Два Магнита Ну На А Видишь Как Тут Получается Маленький И Большой Наверное Как-то Все Таки По-разному Они Делаются Такой Удобненький Просто Форма Да Наверное Форма Какая-то Разная Короче И Вот Такой Вот Еще Они Примагнитились Меня Испугали Короче Обалдеть Круто Посмотрите Какая Красота Я В шоке Просто Реально Спасибо Большое Это Офигенно Давай Кира Теперь Все В свою Сумку Не Сначала Сводчи А потом Уже В сумку Можно Прятать Красивые Очень Бабочки Они Шикарно Будут Кира Смотреться Эти Бабочки Под Вот Эти Вот Лаки Мне Кажется Они Тоже Такие Переливающие Се Посмотри Да И Вот Такие Вот Блин У Нимчика Короче Есть Шикарный Вкус Ты Заметила Это Да Он Как-то Все Четко Я В шоке Я В шоке Спасибо Большое Она Все Она Она Уже Пошла Сторисы Снимать Ну Да Боже Снет Ты Шок Ты Слышала Его Голос Обалдеть Кира Спасибо Сказала И я Тоже Обязательно Как Это Куда В сумку Одена В комнате Я Четко По-любому Это К сумке Снег А Что У тебя С голосом А Что У тебя С Голосом А Что У Снега С Голосом Голос Сорвал Ох Снег Он Ребен Голос Сорвал Снег Ты Что А Насыпь Ему Полностью Весь Пакет Сейчас Поезд И Пойдем Не Ну Я В шоке Я Первый Раз Слышу Чтобы У него Волоса Не Было Ну Что Простудился Снежочек Боже Бедный Я думаю Че Такой Дебильный Боже Бедный Что Случилось А Где Магниты А Вот Магниты Вот Можешь Куда-то Сюда Положить Вот 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 Сюда Да И Все Лаки Вот Так Вот Давай Смотри Подожди А Ты Все Еще Поэтому Хочешь Синий Ты хочешь по этим по цветам Ну Типа Немножко Да Тебе нужно будет Наверное Потом Здесь Белым Маркером Написать Цвета Чтобы Было Удобней Ой Посмотри Как Шикарно Я В шоке Просто А Магниты Вот Сюда Смотри Где Второй Там 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 А А Это В Свою Да Вот Еще Стикер Стикер Пад Или Как ты его Называешь Вот И все И сумочку И все Остальные Лаки Оттуда Нужно Сюда Тоже Перенести Но Я думаю Что мы Этим Делом Займемся Когда Будем Разбирать Все У нас Будет Отдельный Вообще Прикол Разбираем Твои Все Аксессуары И туда Все Сложить Красиво Шикарно Да Вот эти Очень Красивые Они просто Невероятные Класс Держи Так Ну что Теперь Можно Кушать Да Да Ты будешь Ну да Всем Кто кушать Будет Вместе С нами Всем приятного Аппетита У меня До сих пор Не прошла Вот здесь Вот Вмятина Это же надо было Так на чем-то Лежать Посмотрите Тупо Вмятина Офигеть Что это Что это Такое Посмотрите Полежала Маша На чем-то Короче Сижу Сейчас Рассказываю Собакам Что я не хочу С ними Ити на улицу Гулять А хочу Скушать Конфетку И я Рассказываю Что на улице Холодно Что на улице Противно Что нужно Одеваться Кира ушла На Сереже Куда-то Кофе попить А я реально Не хочу Туда выходить Мне еще так Нехорошо Что я Вообще Не хочу Ничего Я не могу Боже Это же надо было Так запаковать Даже ногтями Не могу Я в шоке Понимаешь Добик Ну надо В общем Идти Кстати У снега Появился Голос Он уже С улицы Пришел Потому что Ходил Сегодня Кусить Ой Надо еще Зайти в магазин Купить Снегу Наверное Корма Потому что Он меня съест Если я ему Сегодня Ничего Не куплю А когда-то В этих конфетах В прошлом году По-моему Были какие-то Сюрпризы Ничего Нет По-моему Или на Валентина Или на Что-то Начекаются Плывы На годы Сказать Судьбы Про почуття Нигде Ничего Нету Нигде Жалко Когда-то Были В этих конфетах То ли Подвески Какие-то То ли Еще Что-то В общем Сейчас Нету Есть Только Сердечко Так что Всех Люблю Скушаю Сердечко За всех И пойду Все-таки С собаками Гулять Мне еще Посуду Надо помыть И еще Ужин Готовить Я еще Что-то Мне нужно Сделать Я ничего Не хочу Понимаете Вкусная Конфетка Ну или Еще Одну Съем Молочный Шоколад Он еще Здесь Возле Батареи Подтаял Здрасте Снег Я вообще Общаюсь С людьми А ты Мне Мешаешь Ну Короче Копец Даже поговорить С вами Не дают Вкусная Конфета Но пошла Все-таки Собираться Гулять Смотрите Да Зима Снег Привет Я опять Не видела Как ты На дерево Сопрыгнул Потому что Я уже Один раз Так Говорила Что я Не увидела Что снег Прыгает На дерево А мне Говорят А мы Все Видели Вы молодцы Что вы Все Видите Так Все мои На месте А снег Продолжает Сыпать И не Перестает Я надеюсь Когда-то Накупила Собакам Корма И смотрите Я возвращаюсь Домой Если так Будет Продолжаться Снегопад То завтра Будут Сугробы Понимаете Понимаете Вы Понимаете Доби Ну что ты Не понимаешь Пока я тут Готовлю Кушать Знаете Как стою Готовлю И у меня в голове Хопа И стишок Произошел И вот я хочу Сейчас вам его Прочитать Я как всегда Все свои стихи Стараюсь выкладывать В телеграм-канал Но не все Подписаны На телеграм-канал Поэтому Дублирую Тоже Здесь Надеюсь Вам понравится Там Там далеко Где нету злости Ждет каждого Из нас Любовь Но лишь С условием Обмена Что жизнь Покинет Нашу кровь Там Там нету бед И нет печали Там нет смертей Там доброта Там то Откуда нас прислали Планета эта Не земля Там Там мы Или заново родимся Или выберут нам Путь судьбы О том Каким ты возвратился Таким и будет Путь любви Спасибо за внимание Это для вас Вермишелька Котлетки Ужин Будет Вот Такой Простенький Вермишелька Котлетки Салатик Чаечек Колбаска И Кирюху Только сейчас Серега Привел Сказал Забирайте Накажите Я не знаю За что Но поставьте В угол Наверное За то Что она Уроки Не сделала Наверное За то Что она Ну что ты не понимаешь Выписать По три Ознаки До каждого Жанра Який Присутний В романе Пригодницко Авентюрный Роман Философский Роман Трагикомичный Трагикомичный Да Ты читала Да Возьми Вот эти Отрывки Которые Подходят Под Эти Жанры Выпиши А я же знаю Но ты же читала Хорошо Я тебе говорю По Книге После Вот ты можешь Выписать Там Отрывок Например Комедийный Если бы там Было Комедийный Но тут Философский Роман Вообще Что такое Трагикомический То есть Трагикомическая Трагедия С Комическим Подтекстом У Дон Кихота Там этого Очень много Как может быть Трагедия С Комическая Может Но ты же читала Вот тогда сделай То что ты читала Ты же сказала Что ты читала Если не читала Прочитай еще раз Философский Это где он Например Что-то Говорит Такое Философское Ну вот что-то Такое Жизненно Важное Дон Кихот Он очень Интересный Был Комедийный Философский Чувак Вот Пожалуйста Ты просто Не читала Читала Ну тогда Ты должна Знать Где Что Находится Если бы Ты читала Так что Давай Пошли Кушать Я тебе сейчас Прочитаю Свой Один стишок И попрощаюсь Уже со всеми Хочешь Которые я тоже Сочинила И всем уже Сразу же Буду говорить Пока Буду Кире помогать Делать Дон Кихот А вернее Не помогать А направлять ее Ну и Напоследок Прочитаю вам Чтобы вы подумали Может быть Кто-то А может быть Просто поразмышляли Для чего Мы приходим На землю Для убийства Всего что вокруг Убивать Начинаем Мы с детства Беззащитных Жуков Или мух Только кто-то Растет И меняет Свои планы На смерть И на жизнь А есть кто-то Жаль смерть Продвигает Говоря Что она И есть Жизнь Как тебе Прикольно Всех люблю Всех целую И всем Пока-пока